всем привет друзья приветствую вас на моем канале меня зовут уракун я сейчас нахожусь в японии в этом видео я хотел бы рассказать вам о том как я вообще попал в японию рассказать о себе и о моем канале сразу расскажу название моего канала уракун это японская форма произношения моего русского имени владимир на японском языке имя владимир звучит как урадимир но японцам даже эту форму трудно говорить поэтому они сокращают ее до трех букв ура и обращаются ко мне как урокун урачан в частности моя жена также обращается ко мне как урачан итак поехали обо всем по порядку расскажу вам как я в эту трудную ситуацию в стране в мире во время пандемии попал в японию так вот поездка моя была не запланированная изначально вообще за созданием этого канала и этого видео стоит большая история длиною примерно четыре года началась она в моем родном городе в волгограде на тот момент я жил еще там и это был 2016 год когда я в интернете случайным образом познакомился с одной девушкой она жила в японии так вот все наши отношения длились три года онлайн в режиме онлайн посредством интернета видео звонков сообщений в дальнейшем 2019 году а сразу оговорюсь что за все три года от наших отношений нам удавалось встретиться пять раз пять живых свиданий вот и на пятое свидание я прилетел сюда в японию познакомился с родителями моей будущей жены в 2020 году в начале этого года феврале у нас была свадьба здесь японии и все вот казалось бы наступил наш праздник когда закончились наши отношения на расстоянии это тоска ожидания разлука казалось вот-вот всему пришел конец после свадьбы мы планировали жить в россии в санкт-петербурге и после свадьбы я вернулся санкт-петербург и через месяц примерно должна была прилететь моя жена но связи с эпидемией в мире все границы были перекрыты и я вновь оказался в разлуке с моей женой на неопределенный срок конечно нас это не устраивало мы были в легкой панике скажем так не понимали что нам делать и мы приняли решение что не хотим ждать долго когда это все закончится мы просто решили воспользоваться тем козырем который у нас был а именно это тот факт что здесь японии я являлся официальным уже мужем моей жены по российскому законодательству я еще все оставался холостым так вот мы решили воспользоваться этим и подготовили определенный пакет документов который позволял мне прилететь в японию в эту скажем такую трудную ситуацию когда все туристические поездки закрыты все границы закрыты и лишь какие-то деловые поездки по деловым вопросам допускались опять же прямого со прямого сообщения россии и японии не было лететь мне пришлось транзитом вот но путь мой затянулся примерно на шесть семь дней все было тоже не так уж и гладко когда меня снимали там маршрута в анталии я летел транзитом там через анталию дубай и только потом в токио но у нас все получилось в итоге я сейчас здесь японии рядом с моей женой мы живем здесь недалеко я вот просто пришел сюда в это тихое местечко здесь такой маленький красивый храм вот сейчас у нас скажем так у меня идет сейчас режим адаптации я сейчас привыкаю к жизни в японии кстати японского языка я еще не знаю абсолютно ну несколько крылатых фраз с моей женой я разговариваю на русском языке она знает у меня русский вот но сейчас конечно придется мне старательно учить японский язык приспосабливаться как-то будем стараться на моем канале я не знаю пока какой будет контент какие будут выходить видео но постараюсь сделать канал самобытным интересным по оборудованию пока имею только камеру гоупро и маленький стабилизатор но в будущем я думаю все изменится так вот друзья вот такая вышла небольшая аннотация обо мне и моем канале пишите в комментариях буду рад вашей обратной связи все всем желаю добра с вами был урок он саянара